«Гнотисе Аутон» – «Познай самого себя». 2000 лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале XX века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова, изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацитурян на Первом медицинском канале. Ильина Елена Николаевна, доктор биологических наук, член-корреспондент Российской академии наук. Окончила Российский научно-исследовательский медицинский университет имени Пирогова. С 1998 года работает в Институте физико-химической медицины, где прошла путь от младшего научного сотрудника до заместителя генерального директора. Также она руководит лабораторией геномных исследований и вычислительной биологии. Основное направление научной деятельности Елены Ильиной – изучение физико-химических и молекулярных закономерностей формирования и развития воспалительных заболеваний человека. В настоящее время ее исследования посвящены теме взаимного влияния организму хозяина и населяющих его микроорганизмов. За последние годы при непосредственном участии Елены Николаевны проведены первые в России метагеномные исследования по характеристике особенностей кишечной микробиоты у пациентов с синдромом алкогольной зависимости и воспалительными заболеваниями кишечника, в том числе с болезнью Крона. Она выступила инициатором разработки и внедрения в клиническую практику новейшей терапевтической процедуры трансплантации фекальной микробиоты, которая позволяет в сжатые сроки корректировать метаболический потенциал кишечника человека. Елена Ильина – автор более 150 статей в области молекулярной медицины, опубликованных в отечественных и зарубежных журналах. Ее индекс Хирша по версии российского индекса научного цитирования равен 22. Профессор Ильина сегодня в студии медицины в контексте. Здравствуйте, Елена Николаевна. Наша программа рассматривает человека как биологический объект, рассматривает его с разных сторон. Сегодня в фокусе нашего внимания неотъемлемая часть человеческого организма под названием микробиом. Меньше чем через минуту мы обратимся к микробиому подробнее. Но начать эту программу я хочу со свежей новости. Буквально на днях только что журнал Nature Metabolism опубликовал исследование, в котором установлено, что чем больше изменения претерпевает микробиом с возрастом, во второй половине жизни особенно, тем здоровее старость, тем дольше жизнь. То есть после 40 лет статичный микробиом – это плохой прогноз, а постоянно трансфорнирующийся – это залог здоровой старости и долгой жизни, считают авторы. Исследование проведено, собственно, это анализ микробиомных секвенсов. 9 тысяч человек в возрасте от 18 до 101 года. Правда, здесь не совсем понятно, то есть совсем непонятно, что причина, что следствие. Возможно, в конце программы я попрошу вас сказать несколько слов о подвижности биома или, наоборот, о его статичности. Этот вопрос лично меня интересует. Но сейчас не будем отвлекаться от вашей лекции. Как бы то ни было, данные появляются ежедневно касательно микробиома. И все они свидетельствуют о том, что роль микробиома в жизнедеятельности человеческого организма трудно переоценить, по крайней мере, в контексте современных научных данных. Метаболический потенциал микробиома человека. Пожалуйста, Елена Николаевна, вам слово. Спасибо большое. Спасибо за приглашение на эту замечательную передачу. Ну, смотрите, Марина, вы действительно правы. Да, микробиом – это наша часть. И когда мы говорили «человек», нельзя говорить о том, что мы едины, мы люди такие единственные, волшебные, уникальные. Да нет, в общем-то мы часть общей природы, часть общего биотопа. И мы неразделимы с теми замечательными маленькими существами, которые живут вместе с нами всю жизнь, от рождения до самой смерти. Джон Терни, появилась его концепция книга «Я – суперорганизм». Мне больше нравится перевод, который дословный. «Научитесь любить свою внутреннюю экосистему». И наша экосистема – это микроорганизмы, симбионты, которые населяют различные экологические ниши человеческого организма. Микробиоциноз – это такой своеобразный орган, высокоорганизированная система, которая состоит из отдельных элементов клеток, тканей. Если мы говорим, например, виды бактерий, их можно расценивать как ткани, популяции, которые реагируют качественными количествами изменениями на любые происходящие с нами события. Здоровье, болезнь, взросление, старение – все, что у нас происходит, сказывается на нашем микробиоме. И микробиом – это бактерии, которые населяют нашу кожу, которые населяют нашу ротовую полость, которые населяют нашу генитальный тракт. Ну и, конечно, самый большой резервуар, который определяет очень многое в нашем здоровье – это кишечник. Кишечник – это очень густонаселенная и очень разнообразная микробная экосистема. Вот если мы возьмем среднего человека, среднего роста, среднего веса, то количество бактериальных, микроорганизменных клеток… Да, это не только вирусы. Да, там вирусы, там грибы, там археи, там простейшие эукариотические, а эти – это все, что наш микробиом образует. То количество вот этих вот клеток, оно, в общем-то, сопоставимо с тем количеством, которых у нас клеток эукариотических. Поэтому мы полу-человеки, полу-микробы. Микробы. А вот количество генов, которые кодируются в нашем микробиоме, оно в сто раз превышает количество генов в геноме человека. Собственно, микробиом – это совокупность генов, я так понимаю. Ну, микробиом – это совокупность все-таки живых существ, но они все, каждый из них обладает своим геномом. Все это объединяется в общий метагеном. И вот метагеном – это совокупность всех их генов. Причем надо говорить именно о метагеноме, потому что все это перемешивается. Нельзя вычленить какие-то очень… Ну, то есть очень тяжело приписать гены конкретным микроорганизмам. Они обмениваются своими генами. И когда мы говорим о метаболическом потенциале, мы как раз говорим о метаболическом потенциале общего сообщества, всего совокупного. И именно этот метаболический потенциал сейчас, конечно, представляет максимальный интерес. Если XX век мы в основном изучали нашу микробиоту, микробиом с помощью методов классической бактериологии, биохимии, ферментативные все акценты, молекулярной генетики все равно, то переход на XX век ознаменовался тем, что на первое место вышли методы высокопроизводительные, которые позволяют получить очень много информации. Правда, информация косвенная. Информация косвенная, потому что мы изучаем метагеном, мы изучаем, собственно говоря, ту самую генетическую информацию, которую несут наши населяющие нас микроорганизмы. Мы изучаем метаболом, общий метаболом с помощью молекулярных подходов. И что нас ждет дальше, я, если честно, даже не знаю, потому что, наверное, некий возврат и к классическим методам анализа, хотя сейчас говорят о культуромике как направлению, которое позволит вырастить любой организм культуры и охарактеризовать ее. Конечно, это и тагетные терапии, это мультиомиксные исследования. Ну вот весь поток информации, который мы получаем. Но, как я уже сказала, вот сейчас, говоря о микробиоме, мы базируемся на данных генетического секвенирования, ДНК или РНК, нонуклеиновых кислот. Мы базируемся на данных метаболомного анализа, которые достаточно легко получаются, интерпретируются опять-таки. И все это обрабатывается еще и с помощью биоинформатики. Это для того, чтобы понимать, на каком сейчас мы этапе со всеми ограничениями и возможностями этого познания. То есть основной инструмент, который сейчас мы используем, геномное секвенирование. Как это ни парадоксально. И поэтому у нас сейчас метагеном идет через призму той информации, которую накапливают высокопроизводительные машины геномного секвенирования. И того анализа, который делают сотрудники биоинформатики и биоинформатические ресурсы. Ресурсы, естественно, видоизменяются. Появляются новые подходы. И проведенные исследования, накопленные знания, пересматриваются, переанализируются. Возникают какие-то новые находки. Появляются новые закономерности. Одни закономерности. То есть уже в старых последовательностях. Да, да, да. Одни закономерности появляются, другие исчезают. То есть это такая нормальная жизнь. Мы сейчас накопили очень много данных. Развитие технологии в области геномного секвенирования шагнуло настолько быстро на рубеже перехода между XX и XXI веком, что мы, если честно, не успеваем их анализировать. Мы их правда не успеваем анализировать. Потому что анализируем мы все равно, интерпретируя, основываясь на тот базис, который человечество накопило. И анализируя вот это вот огромное количество разных геномных последовательностей, геномных секвенсов, которые мы считываем нашими машинами, мы все равно опираемся на то, что человечество знало когда-то про бактерии, вирусы, грибы, археи и простейшие. И поэтому, анализируя метагеномную информацию, мы можем посмотреть, собственно говоря, токсономический состав микробиома. Это те самые микроорганизмы, которые присутствуют в определенном образце. И посмотреть функциональный состав. То есть выделить их отдельные гены, сложить эти гены в метаболические пути и предсказать метаболическую активность. Как я уже сказала, все это базируется на предыдущих методах, предыдущих знаниях, накопленных человечеством. Но по-другому так не может быть. И интересно, что несмотря на то, что токсономический состав достаточно сильно видоизменяется между людьми, описаны интеротипы, есть изменения, которые характерны для людей с разными. То есть интеротипы все-таки есть, да? Потому что одно время о них много говорили, а потом как-то поутихло. Три-четыре типа людей по составу микробиома. Да, да, да. Вы знаете, да, поутихло. В большей степени вернулись к анализу когорт. Но это собственное пока восприятие, да, анализируя большую когорту здорового населения, порядка тысячи образцов у нас сейчас. Мы видим такие разложения на определенные типы. Мы видим все равно некоторые драйвы формирования микробиоты. Ровно те, которые когда-то были прописаны с интеротипами. Поэтому, наверное, окончательно откидывать теорию интеротипа нельзя. Это то, что я сказала. Мы делаем находку, потом вроде бы как мы говорим, что это не совсем легитимная находка, а потом мы к этой находке возвращаемся другим путем, на другой ступеньке знаний. Интересно. Поэтому я не берусь сейчас принять какую-то точку зрения в интеротипе как устойчивой модели микробиота кишечника. Но с точки зрения метаболизма, в принципе, это логично. Потому что когда мы анализируем функциональный профиль, в отличие от токсономического, мы видим, что здесь значительно больше стабильности. И функциональный профиль здоровых людей в возрастной категории, когда метагеном не меняется, это где-то от 18 до 65, вот такие границы установлены, он стабилен, потому что функции, которые метагеном выполняет, микробиоты выполняет в организме человека, они стабильны и они могут быть обеспечены разным токсономическим составом микроорганизмов. Вот такая закономерность есть, и именно поэтому, конечно, метаболомика или метабономика, еще один термин, они тоже сейчас очень активно используются для излучения микробиота и микробиота кишечника, микобиома и всех остальных биотопов. Метаболомика — это исследование метаболитов в определенном образце, метабономика — это когда мы исследуем разные связанные друг с другом экосистемы. Например, если мы объединяем метаболиты, выделенные из фекалий, метаболиты, анализируемые в крови, метаболиты, которые попадают в ликвы, проходящие с гемотоэнцефаллический барьер, мы можем с большей полнотой построить вот эту метаболическую карту, которая отражает прохождение биохимических реакций, которые ежеминутно, ежесекундно проходят в организме человека. — Не просто биохимических, а обусловленных жизнедеятельностью микробов? — В данной ситуации мы говорим обо всех, а для того, чтобы вычленить, которые обусловлены жизнедеятельностью микробов, конечно, мы делаем анализ метаболома фекалий и смотрим, как эти метаболиты дальше метаболизируют в организме человека. Смотрим их производные дальше. — Да, естественно. Но тут нам тяжело пока однозначно отгородить метаболиты, которые производят бактерии, от метаболитов, которые поступают с пищей, с той же самой, да, при декородации. Если это одни и те же метаболиты, то на нем не написано. — Не написано, откуда. — Откуда. Но, тем не менее, какие-то познания в этой сфере имеются, и мы понимаем, какие метаболиты у нас связаны с деятельностью микробиота, с деятельностью микробиома. И, собственно говоря, метаболиты — это тот путь, с которым наши микробиоты с нами общаются. Другого пути сказать, что хватит лопать. Мы сыты, у нее нет. И вот эти метаболиты, они как раз помогают регулировать и аппетит, и моторику, и насыщение глюкозы. То есть это достаточно такой сложный метаболический путь, который функционирует в нашем организме и создает наше единое целое с нашим микробиомом. И говоря про метаболиты фекалий, ну, как я уже сказала, это и метаболиты, которые синтезируются микрофлорой, и это метаболиты, которые поступают с пищей. И это производные из остатков пищи, которые разлагает наша микрофлора. Ну, например, сложные полисахариды, человек не в состоянии их переварить. И вот, собственно, для этого у нас существует большое количество хороших бактерий, как мы любим называть, которые разлагают эти полисахариды. Ну, в частности, там, бактероиды. Аккермансия. Ну, и метаболиты, которые мы можем выделить, это гормоны их предшественники, это нейромедиаторы их предшественники, поэтому наше настроение повышается, если у нас хорошие, правильные микробиоты. Это короткоцепочные жирные кислоты, это аминокислоты, это вторичные желчные кислоты, производные серы, производные азота. Собственно говоря, вот этот вот спектр, это та симфония, да, симфония звуков, которые может издать наши микробиоты, и мы каким-то образом, наш организм все это дело слышат. Слышат по-разному, слышат и какими-то патогенными ответами, слышат и положительными реакциями. Ну, если говорить о том, что все хорошо, все гармонично, все здорово, то таким образом регулируется пищеварение, сердечно-сосудистые, деятельность сердечно-сосудистой системы, когнитивные функции, настроение, уменьшение воспаления, нейтрализация токсинов. То есть вот это все, это у нас метаболиты, которые появляются при содействии микробиота кишечника. Вот, наверное, такой термин, он более правильный, ну, просто потому что у нас мы плохо отделяем одно от другого, ну, это невозможно, да, микробиота не может жить без питания, и модели, которые вот строятся по микробиоте, они, в общем, достаточно всегда примитивны, получили еду в качестве питания, бактерия ее метаболизировала на какие-то продукты, размножилась, ну, и дальше все ест и размножается. Вот так примерно микробиоты наши работают, как большой ферментер. И если говорить о наиболее таких значимых вариантах взаимоотношений между микробиотой и организмом хозяина, то вот они, собственно, представлены на этом слайде. Вот, в частности, то исследование, с которого я начала, там они акцент делали на эндо, вот содержание эндо, например, повышалось у здоровых старичков. Да, здоровых старичков. И они пишут, что вот это вот следствие жизнедеятельности бактерий. Да, да, да. Вот те, у кого сдвиг шел в сторону производства повышенного эндо, значит, у них сдвиг произошел в микробиоте именно в сторону вот этих вот, разнообразие увеличилось в эту сторону. Эндол замечательное совершенно соединение, оно происходит из трептофана под действием бифидобактерий. И, собственно говоря, всасываясь через слизистую кишечника, эндолы, они обладают противовоспалительным эффектом. То есть под их действием уходят некоторые бактерии из рода энтеробактериации, ну, вот ишелихи, иколи. Несмотря на то, что кишечная палочка – это как бы хороший микроорганизм, но кишечная палочка – это очень гетерогенная структура. Их очень много разных энтеротипов, ой, эсеротипов. Энтеропатогенные кишечные палочки – далеко не дружелюбные для нас бактерии. Клипсиела относится к этому же семейству. И вот у пожилых людей идет накопление этих энтеробактериаций, этих бактерий. И возникает, этот эффект называется инфламейшн. То есть это… Воспаление. Да. Инфламейшн не как воспаление. Сейчас они как по-другому немножко термин. В общем, затяжное воспаление с иммуносупрессией. И вот это затяжное воспаление с иммуносупрессией – это очень характерный синдром для пожилых людей. И если мы добавляем богатую трептофаном пищу или биодобавки… Это куриное мясо, насколько я помню. И с курсом биохимии. И его тоже, особенно белое. Да, да. То мы повышаем выработку эндола. И этот самый эндол, оказывая противовоспалительные действия, снижает воспалительные эффекты, замыкает межклеточные пространства в толстом кишечнике и способствует снятию вот этого синдрома хронического воспаления, связанного с сопутствующего еще и иммуносупрессией. Есть такая штука, действительно, но большее внимание уделяют короткоцепочным жирным кислотам. Опять-таки, сейчас очень активно пропагандируют использование масляной кислоты, бутерата, как тоже волшебного средства для восстановления целостности микробиота, качества микробиота, здоровья микробиота. В принципе, это одни из доминирующих метаболитов микробиота кишечника. И в нормальном здоровом состоянии их соотношение всегда соотносится таким образом, что ацетат, пропионат и бутерат соотносятся в отношении 60-20-20. Вот это идеальное соотношение, оно опять-таки не зависит от состава микробиота. Какой бы ни был таксономический состав, мы наблюдаем одинаковое соотношение этих метаболитов при произведении метаболомного анализа. Они могут отличаться количественно, но соотношение не меняется. И эти три метаболита связаны друг с другом. То есть бактерии, которые производят ацетат, они, производя этот ацетат, этот ацетат служит пищевой добавкой для бактерий, которые производят масляную кислоту. Ацетат регулирует у нас как раз аппетит, и его накопление говорит о том, что хватит, наелись. И проявляют бутерат, проявляют противовоспалительную активность, регулируют моторику кишечника. Ну, в общем, оказывают любое положительное действие на здоровье кишечника как органа человеческого организма. Но тут я хотела обратить внимание о постоянной двоякой роли метаболитов. Несмотря на то, что масляная кислота является действительно питательным средством для наших энтероцитов и стабилизирует работу кишечника, снимая синдром раздраженного кишечника в частности. Она же провоцирует апоптос стволовых клеток, провоцирует неправильную дифференцировку и может, наоборот, индуцировать незаживление язвы при язвенном количестве. К сожалению, к счастью, не знаю, какие-то термины используют. Это то, что мы живем, да. Любое лекарство, оно в неправильных условиях может оказаться ядом. Ну, и микробиота, она, в общем, ничем сильно не отличается, к сожалению. Ну, в норме, наверное, они таким образом регулируют появление новых колоноцитов, чтобы не провоцировать их гибель зря, чтобы они не вылезали наружу из крипт. Да, что-то такое. Крипты закрывают стволовые клетки. И туда вытирают просто... И они там как бы сохраняются. Да, сохраняются. Это нормально. Они в нормальном состоянии. Бутерат их не достигает. То есть просто нужной концентрации не доходит. Существует некий механизм такой вот регуляции. Да, да, да. Но при изменении целостности эпителии возможны варианты того, что бутерат будет оказывать наоборот провоцирующее к незаживлению ран действия. Есть и такой механизм. Это к вопросу о самолечении. Это к вопросу о самолечении. Это к вопросу о пробиотиках. Да, потому что они продаются свободно. Да. Люди где-то что-то вычитали. Да. И начнут глотать бутерат, да. И радостно начнут все это кушать. Да, да, да. Да. Это вот именно сюда. Ну и, конечно, любые избытки, они ведут к нарушениям процессов, к формированию болезней, патологий. Бактерии усваивают холин, который у нас присутствует в любой белковой пище. Делают его производные, триметиламин, который потом поступает в печень, благополучно прообразуется там в триметилоксид. Ну и дальше он, по идее, должен мезоболизироваться, вывестись из организма. Но переизбыток белковой пищи, любимой нами белковой диеты, они прибывают к тому, что образуются этого самого триметиламины и ТМАО в избыточном количестве. И они начинают откладываться в сосудах, в выстилке эпителия, формируя атеросклеротические бляшки. И вот наш любимый атеросклероз, он таким образом возникает. То есть не только жиры? Нет, нет, нет. Пожалуйста, та самая белковая диета, она тоже может способствовать возникновению проблем, связанных с формированием атеросклероза. Ну и красное мясо любимое, это L-карнитин, который преобразуется в ацилкарнитин, в том числе и ферментами, содержащимися в микробиоте. И этот же самый ацилкарнитин, он ингибирует нормальное дыхание митохондрии и приводит к возникновению инсулиноустойчивости и диабет второго типа. Ну вот как-то так. Все это так или иначе может быть связано в том числе и с микробиотой. С микробиотой. С микробиотой. Правда, опять здесь вопрос курицы и яйца ответить не можем. Не можем. Не можем. Пока не можем. Потому что что, здоровый организм, он контролирует, чтобы лишнего там не деференцировалось из микробов? Да. Или наоборот? Или наоборот. Или наоборот. Или наоборот. Ну, наверное, это все вопрос гармонии. Не надо бросаться из крайности в крайность, надо договориться со своим внутренним миром. Поэтому я очень люблю прямой перевод этой книги. Научитесь любить свою внутреннюю экосистему. Ну и бактерии могут способствовать формированию опухолей, в частности, колоректальный рак. Показано, что опухоли, именно опухоли, они обсеменены фузобакрелием, нуклеатом. И считается, что за счет дополнительного оксидативного стресса это как дополнительный повреждающий фактор, который, в общем-то, вызывает еще рост новообразований. Ну вот, опять вопрос курицы и яйца остается. Ну вот, по крайней мере, такие вещи есть. То, на чем мы сейчас, да, мы пытаемся проводить мультиомиксные исследования. Ну, мы как мировая наука, и мы как и наша структура, потому что понятно, что мы не справляемся с потоком информации, который мы получаем только в одной плоскости. Мне очень нравится вот эта публикация Ллойд Прайс 19-го года, которая опубликовала лонгитудное исследование, наблюдение за пациентами с болезнью крона, с язвенным колитом. Никаких они не проводили дополнительных терапий, лечились они по стандартной схеме, и они фиксировали изменения и микробиоты на уровне метагенома, фиксировали изменения функционального потенциала, они делали анализ экспрессии генов микробиоты, они фиксировали изменения на уровне метаболитов. И все это, естественно, связано друг с другом. И ремиссия, обострение, здоровье, болезнь, все это описывается многомерными плоскостями, которые, как бы воздействия на каждое звенье, в которых, в общем-то, есть надежда, что мы можем сдвинуть это равновесие и вернуть человеку то самое ушедшее здоровье, которое мы все хотим вернуть. В Clinical Trials есть данные о такого же рода исследовании для пожилых людей, потому что это то, что очень интересует население, население земли стареет. Стареет, да. Стареет. И то, что вот вы сказали, я пока еще не видела эту статью по анализу метаболитов, не успела посмотреть, это возможно, что это вот как раз данные того исследования, которое я смотрела, что оно зарегистрировано на Clinical Trials, анализ, полноценный анализ связи очень разных плоскостей в исследовании микробиота. Это все это делали, институт системной биологии, некоммерческий. Вот оттуда исходит. Ну и конечно же микробы, они метаболизируют все, они так сделаны, и они метаболизируют лекарственный препарат, который мы с большим удовольствием используем. Мало кто не использует. Да, да. Не буду говорить про антибиотики, потому что эта тема понятная, что антибиотики, конечно, они убивают микробиом. Мы уже это знаем, пытаемся как-то с этим бороться. Но помимо антибиотиков есть еще очень много препаратов. Гипотензивные препараты, противоопухолевые препараты, противовоспалительные препараты. И эти препараты, они воздействуют на микробиом, с одной стороны, а с другой стороны микробиом воздействует на эти препараты. И сейчас уже мы говорим о формировании нового направления фармакомикробиомика, который как раз и подразумевает изучение разных компонентов, которые происходят, разных путей влияния микробиоты на препараты. Ну, в фокусе это, конечно, тагетированные онкопрепараты, потому что очень дорогое, очень направленное исследование. И если подбирая тагетированный препарат, мы не будем понимать, что происходит с ним в микробиоте, то он может и не подействовать. А если еще учесть, что у людей всех разные микробиоты, ну, к сожалению, тагетировать надо очень тонко. Тагетировать надо очень точно. С учетом еще и этого. Надо тагетировать очень точно. Долго и точно. Это правда. Никуда от этого не денешься. Ну, и, собственно говоря, здесь на картиночке показано, что микробиота может сделать. Да, она может пролекарство превратить в активное лекарство, она может активное лекарство инактивировать и может выдать безобидное, превратить в токсичное. Ну, и, собственно, некоторые примеры, самые такие яркие из этих особенностей микробиота. Это протонзил, да, это красный стриптоцит, который в 30-х годах прошлого века активно использовался как антибактериальное средство. И было совершенно неожиданно показано, что, собственно говоря, действующим-то веществом является белый стриптоцит, который преобразуется по действию микробиоты в сульфаниламид. И только уже потом сульфаниламид мы стали использовать в качестве таблеток. Это уже были послевоенные годы. И красный стриптоцит, он благополучно ушел из нашей аптечной продукции. Я не знала, что это так просто, что они просто предшественники. Да, да, он просто предшественник. Я знаю, во время войны женщины волосы красили некоторые красным стриптоцитом. Рассказывали. Что было? А еще некоторые лечили стриптококи. Ну, горло, горло, ангину лечили. Ну, да, да, ангину. Ну, я еще застала время, когда белым стриптоцитом лечили. Ангину очень эффективно, кстати. Вообще говоря, сульфаниламиды лечат эффективно. Они просто тяжелые. Они тяжелые именно для человеческого организма. А так лечат они довольно неплохо. Ну, и другой пример, когда такой неактивный метаболит Ирина Текана. Ирина Текана — это химиотерапевтический препарат. Он используется в терапии колоректального рака. Он метаболизирует и, в общем-то, выводится в виде такого неактивного метаболита. И микробиота, она способна этот неактивный метаболит превратить в токсин. Токсин, который активирует... Ну, то есть этот токсин — это вот уже другое соединение. Перестройка гетероциклов происходит. И именно этот токсин дает очень тяжелые осложнения от терапии. За все за это говорят ответственные клостридии, фекалий бактериум, которые мы считали всегда хорошей бактерией. Некоторые бактерии рода бактериолиз, которые тоже являются нормофлорой. Вот проблема живая, проблема осложнений, проблема терапии онкопациентов, она вот так вот и выявляется. Недавнее тоже исследование Циммермана. Это интересное исследование, которое показало, что почти любая бактерия метаболизирует ряд лекарственных препаратов, и почти любой препарат метаболизируется какой-то бактерией. Что они сделали? Они отобрали бактериальные штаммы, 76 бактериальных штаммов. Это порядка 60 наиболее часто встречающихся видов бактерий, которые живут у нормального человека, у здорового человека в кишечнике. И посмотрели их активность против 270 препаратов, которые тоже максимально часто используются. Гипотензивные средства, противовоспалительный иномитоцин, разные парацетамолы. Гипотензивные, они же разные. Да, это... Забыла название препарата. Вылетело из головы. Но распространенное. Распространенное. Достаточно распространенное. Ну, неважно. Если бы можно было. То есть популяции его пьют, принимают. Собственной семьей вы принимают этот препарат на постоянный астмут. Это не то, что какие-то экзотические вещи. Это препараты, которые воздействуют на обратное всасывание соли, соли и натрия. И это очень часто используемые препараты. И оказалось, что большая часть этих препаратов, порядка 70%, 65%, они так или иначе претерпевают изменения от этих штаммов микроорганизмов. При этом, что еще интересно, оказалось, что от одного препарата формируется больше одного метаболита. Это показало, что мы на самом деле очень плохо представляем, что, собственно говоря, с препаратами происходит дальше. После того, как мы приняли. Да, после того, как мы их, собственно говоря, приняли. Это тема, которую мы как раз обсуждали с Владимиром Васильевичем, когда готовились. Речь идет о симпозиуме, который пройдет. Владимир Васильевич Поройков, он тоже у нас выступал. Название симпозиума, в общем, что-то с поиском новых лекарств связано. Да, конечно. Собственно говоря, биоинформатика поиск новых лекарств. Биоинформатика то, что дает предсказания метаболизма. Они дают предсказания метаболизма только исключительно на метаболизме, который происходит в печени, на цитохромах. А для того, чтобы правильно предсказать метаболизм, надо понимать, что, собственно говоря, поступает в печень. И исходя из тех знаний, которые у нас сейчас сформировались, мы не знаем, что поступает в печень. Мы понимаем, что лекарства метаболизируются бактериями, и они поступают на цитохромы печени уже в другой форме, чем мы себе это представляем, когда мы это лекарство дали человеку. И это большая проблема, особенно связанная с тем, что прогнозировать вот этот вот метаболизм мы пока не умеем. Мы очень мало пока об этом знаем. Мы мало знаем в силу того, что достаточно тяжело культивировать микроорганизмы, а для того, чтобы экспериментально это исследовать, нам их надо культивировать. Мы по-другому не можем ничего сделать. Один за другим, да? Один за другим. Не все скопом. Не все скопом. Можно и все скопом. Хоть как-нибудь. Нам нужна модель. Нам нужна модель микробиоты. А именно ее у нас нет. А с другой стороны, есть такие замечательные микроорганизмы, например, бактериоиды, стетоиотомикрон, которые являются чемпионом по метаболизму. Это метаболическая фабрика. Из тех соединений, которые изучал Симмерман, порядка 270, она метаболизировала 46 лекарственных соединений. И, конечно, описать, найти все эти метаболические пути, описать, понять, что происходит, понять соотношение этих метаболических путей, это достаточно долгая история. Вот один из метаболических путей они описали путем клонирования фрагментов участков этой тетаиотомикрон в эшерихе и коле. И установление каждого такого метаболического пути, один метаболит, который мы видим, масс-спектрометрия, это еще примерно год работы для того, чтобы понять, какой ферментативный путь задействован в этом метаболизме. И, конечно же, в этой сфере основное внимание уделяется анализу препаратов, используемых в онкологии. Вы знаете, что сейчас акцент сделан на тагетированных препаратах. Это еще не персонализированная медицина, но это все-таки... Но уже подбирается к тому. Да, уже подбирается к этому. И тагетированные препараты это, как правило, препараты, которые делаются для очень узкой группы населения. Так называемые афанные препараты. Они очень дорогие. Их выпуск, это не массовый выпуск аспирина. И здесь ошибиться очень дорогого стоит. И поэтому исследования, связанные с метаболизмом этих препаратов, это, конечно, сейчас вот настрия ножа. И, собственно, как раз вот та выдержка из статьи про фармакомикробиомику, она в первую очередь посвящена комплексному исследованию онкопрепаратов и их поведению. То, что затратить колоссальные усилия на то, что быстренько потом метаболизируется в нежелательном направлении. Особенно в нежелательном направлении. Да, это дорого. Это дорого. Это просто дорого. Дорого и негуманно. Это дорого и негуманно. Пока на уровне исследований. Но какие-то, в общем-то, зацепки уже здесь тоже имеются. Ну и это вот как раз я говорила о том, что предсказательные модели, построение предсказательных моделей, конечно, за этим будущее. Но пока есть вот одна только публикация 2019 года, когда они пытаются, авторы этой статьи, пытаются построить предсказательную модель, что же, собственно говоря, происходит в микробиоте с лекарственным препаратом, исходя из посыла, что при общей сходности структур вещества должны приходить такие аналогичные происходить метаболические процессы. Сейчас есть база, которая содержит 10 тысяч соединений, встречающихся в ЖКТ, и которые, в общем, потенциально похожи, могут быть похожи на какие-то лекарства. И, исходя из этого, можно попробовать, предсказать, что будет происходить с лекарством. Модели еще пока далеки от идеала, но все это совершенствуется по мере накопления экспериментальных данных. Эксперименты у нас пока они достаточно длительного характера, поэтому сложно. Сейчас в онкотерапии очень большое внимание уделяется использованию иммунотерапии. И среди иммунопрепаратов, так называемые чекпоэт-ингибиторы, это антитела, направленные на активацию собственного Т-клеточного ответа. Они ингибируют рецептор апоптоза, рецептор клеточной гибели. Интересные получены данные о том, что микробиоты влияют на эффективность этой иммунотерапии, в частности, у пациентов с меланомой. И здесь даже проведен эксперимент, при котором мышкам подсаживали микробиоту от ответчиков и неответчиков, и действительно мыши не отвечали на соответствующую терапию в меланомной модели. И замена микробиота фекальной трансплантации приводила к ответу. Таких исследований на людях не так много, их было всего 3 на 18-й год. И мы сейчас тоже закончили свое исследование с компанией Биокат в этом же направлении. Данных пока мало, исследования достаточно отличались по набору собственно говоря бактерий, которые приписывалось участие в формировании ответа или не ответа на иммунотерапию. Интересно, что в своих посылах исследовать мы получили в общем-то примерно такие же наборы бактерий, вот например бифидоадолесценса, а кермансимоцинофила у нас вылезают как бактерии ответственные за ответ на иммунотерапию антителами к ПД-1 рецептору. Но интересно, что вот ключевым ответом на ключевым моментом на успешность ответа это были метаболические пути, которые связаны с переработкой крахмала. Возможно, что утилизация сложных сахаров, которые характерны для здоровой микробиоты, это то ли признак здоровой микробиоты, и здоровая микробиота обуславливает более здоровый организм, и пациент правильно отвечает на эту антипидиоантерапию, либо наоборот. Либо наоборот. Либо наоборот. Вот мы... Это самый главный вопрос на самом деле сейчас. Все то же предсказательные 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 модели, которые бы позволили уже предсказать успех до начала терапии, они уже тоже существуют. Они не столь хороши, то есть сила предсказания достигает порядка 60%, но для онкотерапии это уже неплохо. Если вы помните, начинали мы как правило предсказание ответа на терапию колоректального рака, смотрели такой маркер P43, и там предсказательные модели были 53%. Вот это то, что мы имеем пока с онкологией. Поэтому в принципе вот курочка по зернышкам как-то мы, наверное, подходим к этому. Ну и, собственно говоря, перспектива. Перспектива куда мы движемся, зачем нам все это. Мы уже активно вмешиваемся в жизнь микробиоты, мы все время активно вмешиваемся в жизнь микробиоты. У меня тут еще не показаны фаги, которыми большое удовольствие в 50-х годах прошлого века в нашей стране лечили. Ну и сейчас оно возрождается. Возрождается, фаготерапия возрождается. Особенно в связи с появлением во множестве устойчивости. Сейчас заговорили снова об этом. Да, да, Тогда я помню, Грузия была лидером в Советском Союзе. Да, конечно. Они были единственные. Так они были единственные. Оттуда там все. Оттуда, да, собственно, институт виросологии, который у нас сейчас осталась вся коллекция наших российских штаммов. Вот. Ну, дальше вот мы там использовали пробиотики, пребиотики, потом симбиотики, когда скомбинировали бактерии и... Волокна, условно. Волокна, еду, еду, еду. Метабиотики, собственно говоря, те самые метаболиты, вот к ним можно отнести ту же самую масляную кислоту. Сейчас мы говорим такой красивый термин, да, экзофетабиотики, ну, фекальная трансплантация, которую Эвдеи одобрили в 13-м году, ну и вроде как используем в том числе. Ну и, наверное, мы подходим вот к такому вот персонализированному набору, который чуть ли не для каждого человека может лежать где-то в банке и позволит в случае наступления болезни, в случае обеднения микробиоты на фоне вынужденной антибиотикотерапии, на фоне вынужденной фаготерапии, на фоне вынужденной химиотерапии, просто-напросто восстановить этого микробиота, восстановить тот метаболический потенциал, который когда-то был присущ в микробиоте этого человека в состоянии Это как же со стволовыми клетками пуповинными. Да, 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 То есть, если раньше мы считали, что нам молодость обеспечит стволовые клетки, теперь мы надеемся, что нам молодость обеспечит микробиот. Микробиота. Ну, а это вот, наверное, более какая-то такая научная вещь, которая, конечно же, сейчас развивается очень-очень активно. Даже у нас есть биоклиникум. Конечно. Под руководством Александра Григорьевича Таневицкого. Где-то делают. Вот, значит, здесь в прошлом году вышла публикация, которая на фоне ковида, может быть, не получила нужного резонанса. Здесь соединили между собой технологии орган на чипе, соединили в эту метаболическую цепочку и сказали, что это тело на чипе. Подион-чип. И сейчас эта технология, она может быть сделана под конкретного человека и можно отследить всю цепочку метаболизма любых лекарственных соединений от попадания в печень дальше через легкие почки и все, что происходит. И таким образом оценить целесообразность у данного пациента использования данной терапии. Да. Пока в этой структуре не хватает кишечника с микробиотой. Ну, по той простой причине, что тяжело. Очень сложно. Тяжело. Да нет, такие модели создаются, тоже создаются, но пока именно в формате орган на чипе, то есть есть уже работа, описывающая создание органоида кишечника и подселение туда микробиоты. Сложно. Пока скорее надо говорить о том, чтобы достигнуть надежного микробного сообщества, которое обеспечивает нужный функционал. Возвращая вас к первым слайдам, не надо пытаться воспроизвести токсономический состав. Забудьте про него. Надо воспроизвести метаболический функционал. И тогда это, собственно говоря, будет тот самый орган на чипе, который можно будет вставить вот в эту модель и отследить в условиях инвитро метаболизм лекарственных соединений и набрать необходимый материал для моделирования и, наконец-то, перейти к более высокопроизводительным технологиям анализа того, что происходит в микробиоте. Но не можем же мы всех кормить лекарствами и потом верить это валит. Ну, вот такие у нас перспективы. собственно, ваша команда. Да, наша команда. Это и Вадим Маркович Говорун, который выступал. выступал не один раз. Не один раз. Не знаю, был ли у вас Игорь Вениаминович, как-то я его не увидела. Майя. Это мы с удовольствием. Мы любим расширять популяцию наших лекторов. да, это интересно. так что сотрудники моей лаборатории, смежных лабораторий, которые, в общем, с большим энтузиазмом работают. Успехов им всем. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. По скриптуме, Елена Николаевна, я хотела попросить вас сказать несколько слов о такой, в общем-то, может быть, обывательской вещи, но, мне кажется, она важна, о подвижности или статичности генома. То есть, есть ли какой-нибудь буферный вот такой вот механизм, который помогает микробиому сохраниться при воздействии факторов, которые должны бы его разрушить. И были ли исследования, в которых определялась скорость изменения микробиома. вот человек живет с каким-то микробиомом, по нему ударил стресс, будь то, например, прием антибиотиков, первое, что приходит в голову, или какой-то там, я не знаю, другой там. Как скоро выйдет из строя микробиом? Как быстро? Или он все-таки имеет какую-то прочность? Ну, вот с антибиотиками это буквально вопрос дней, по-моему, да? Да, это вопрос дней. Буквально день-два может быть даже. Нашим зрителям потенциальным скажу по поводу гипотензивного средства, которое я наконец-то вспомнила, успокоившись, это амлодипин. Наверняка очень многие его используют. Включая меня. Вот я потому и спросила, мне интересно. Отлично. Вот он метаболизируется бактериями. Что касается устойчивости, да, есть работа... То есть что, от него ничего не остается? Все зависит от того, какие у вас бактериальный состав. То есть он попал в число тех самых препаратов, которые метаболизируются порядка 60. То есть если он на кого-то не действует, то... Да. Да там непонятно, как он действует, он уже накапливаться должен, но вот в том числе он входил в число... Ну, как правило, он сейчас в составе комбинированных препаратов, как правило, с лос-артаном вместе. Да. Да, да, да. Ну вот когда говорят, что очень долго и сложно подбирают схемы гипотензивной терапии, то в том числе это может быть связано с микробиотой кишечника. Пока мы знаем только это. Мы плохо... не исследовано это. Не исследовано. Вот сейчас обратили внимание. А вот антибиотиками сколько за день, за два можно выменить себе микробиот? С антибиотиками, там немножко попроще. То есть есть работы, которые исследовали так называемый резилинс, устойчивость микробной экосистемы. Именно на модели антибиотиков прием апицелина изучалось, как быстро микробиота восстанавливается. Краткосрочный курс приема любого антибиотика, тот самый пятидневный, который стандартно прописывается, он приводит действительно к сдвигам микробиоты. Приводит к сдвигам микробиоты сразу после окончания курса. Но эти сдвиги микробиоты восстанавливаются в течение недели. Есть средства, тот же Ленок? Никаких средств. Просто никаких средств. Вот это еще один мой вопрос был. Можно ли полагаться на самовосстановление? Это было проведено исследование на группе здоровых добровольцев, которые просто накормили этих самым апицелином и смотрели самовосстанавливающийся процесс. Другое дело, что на другой когорте смотрели, насколько быстро восстанавливаются микробиоты после длительного курса антибиотикотерапии, когда смена препаратов, когда люди выписываются из отделения интенсивной терапии. Здесь последствия использования этих антибиотиков сохранялись даже в течение полугода после этой выписки. Исследование просто не пошло дальше, но в течение полугода сохранялись изменения в микробиоте кишечника, которые происходили. Ну и тут, конечно, самовосстановление уже под большим вопросом. Под большим вопросом. То есть здесь уже, конечно, необходимы какие-то мощные средства восстановления. Ну, собственно говоря, именно таким средством восстановления явилась фекальная трансплантация, потому что это те самые пациенты, у которых чаще всего формировались клостридийные колиты. Это диарея, это потеря воды, потеря веса, это невозможность вытащить пациента на ванкомицине и, в общем-то, совершенно неожиданный успех фекальной трансплантации в 2012 году. Собственно, после этого в 2013 ее и приняли как терапевтическая процедура, одобренная в ДИЭхе. И да, это микробиоты, как любая экосистема, обладает устойчивостью. Все-таки есть. Той самым резилинсом. Это есть определенные границы этой устойчивости, которые нащупываются экспериментально, исключительно. И индивидуально. И индивидуально, исключительно, из-за которой лучше не выходить. А анестетические препараты могут повлиять? Вот анестетики я не встречала. Я встречала, как я вам говорила, противопоставительные индивидуально, индивидуально, гипотензинные. Ну, понятно, что гормональные. Это абсолютно шкурный вопрос, потому что так и не понятно, вот вы знаете историю моей собаки, до сих пор так и непонятно, что повлияло в один день буквально после операции, там были и антибиотики, и наркоз. Вот что повлияло на полное просто искоренение его микробиоты буквально за один день. Я думаю, что все вместе. Я думаю, что это не однокомпонентное, а двух, трех, четырехкомпонентное. Потому что, насколько я понимаю действия наркоза, наркоз таки тормозит моторику. И если вы убили бактерии, да еще и затормозили моторику, то восстановление восстановление очень тяжелое. Ну, это, в общем, представление мы получили о том, что он все-таки стабилен относительно, и он может самовосстанавливаться. Он может самовосстанавливаться, без стабильности мы бы, наверное, не могли изучать эту систему. Спасибо большое, Елена Николаевна. Спасибо вам. Успехов вам и вашей команде. Спасибо большое.